Здравствуйте! Сегодня 11 октября и мы говорим о ситуации на рынке Форекс с Владимиром Севашовым, главным аналитиком компании Макси Форекс. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Закончилась биржевая неделя. Она была весьма разнообразна и насыщена большим количеством важных макроэкономических показателей. А что ожидает валютный рынок на будущей неделе? Следующая неделя для участников рынка также будет насыщена важными экономическими показателями и не менее динамична с точки зрения движения валют. В понедельник экономическая статистика не публикуется. В США праздник – День Колумба. В отсутствие крупнейших игроков движение валют, скорее всего, сконцентрируется в достаточно узких ценовых диапазонах. Во вторник выходит множество разнообразных макроэкономических показателей по инфляции. Среди них индексы розничных цен, а также цен на жилье по Великобритании, объем наличных денег в обращении в статистике из Японии, индексы производственных и импортных цен в Швейцарии, а также индексы экономического настроения в еврозоне и в США. Рост этих показателей приводит к росту инфляции и, как следствие, к необходимости увеличения процентных ставок, а это, как мы знаем, укрепляет национальную валюту. В среду в экономической статистике Японии будут опубликованы индексы производственных цен и доверия потребителей, а также решение Банка Японии по процентной ставке, которая ожидается на прежнем уровне в 0,1%. По экономике Великобритании выйдут данные по среднезаработной плате и безработицы. Аналитики предполагают ухудшение этих показателей. По еврозоне объем промышленного производства. По прогнозу ожидается резкий рост этого показателя. И, наконец, по экономике США объемы розничных продаж и деловые запасы. В четверг публикуются объемы промышленного производства и использование производственных мощностей в Японии, индекс розничных цен в еврозоне и разнообразная экономическая статистика из США. Индекс розничных цен и деловой активности, количество заявок на пособия по безработице, запасы нефти и природного газа. Все эти показатели способны резко активизировать движение валют на рынке и привести к изменению курсов национальных валют. Из показателей пятницы можно выделить покупки ценных бумаг казначейства и объем промышленного производства в США. Рост этих показателей усилит курс американского доллара. Кроме этого, будут опубликованы результаты торгового баланса по еврозоне. Улучшение итогов баланса по сравнению с предыдущим значением может также повысить курс евро. Владимир, что можно сказать о вашем предыдущем прогнозе по евро и фунту? Исполнились ли эти прогнозы? Наше предположение в предыдущем прогнозе по евро-доллару о том, что снижение по евро продолжится до уровня 1.4415, а затем развернется на восходящее движение, оказалось не совсем верным. Пара евро-доллар прекратила снижаться раньше предполагаемого уровня и начала подъем. На подъеме курс пары повысился на 240 пунктов, достигнув четырех из пяти целевых уровней нашего прогноза. По паре фунт-доллар движение пары на торгах прошлой недели в целом соответствовало нашим ожиданиям. Фунт начал неделю подъемом и достиг трех ценовых уровней, установленных прогнозом на восходящее движение. Затем на уровне 1.6120 британская валюта развернулась и начала снижаться. Снижение составило 295 пунктов от разворота и также было предусмотрено нашим прогнозом. Какой прогноз на следующей неделе вы можете дать по основным валютным парам? По валютной паре евро-доллар предполагаем продолжение восходящего движения пары. Цель восходящего движения 1.4816, 1.4843, 1.4867, 1.4970 и выше в направлении 1.5025. По паре фунт-доллар ожидаем кратковременное продолжение подъема курса, ориентировочный подъем 1.6125, затем ожидаем разворот пары вниз и дальнейшее снижение. Целевые уровни снижения валюты от разворота 1.600, 1.5951 и 1.5825. Пробой вниз этого уровня очень важен, так как он открывает возможность более глубокого снижения пары в направлении 1.5614, а затем и 1.5451. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.